Вась, кем ты видишь себя в первую очередь сейчас? Игроком, тренером, экспертом, телекомментатором? Игроком, наверное, уже нет. Все-таки я уже, скажем так, благодарен Богу, что у меня был плавный переход из игровой карьеры. Сначала играющий тренер «Ротарей», сейчас уже просто как исполняющий обязанности главного тренера. Комментатор, эксперт – это параллельно. У меня был опыт и в Германии на телевидении, и с большего в Бухаресте, в Румынии, когда я играл в «Стяву». Мне это доставляло удовольствие в первую очередь, потому что там такая атмосфера. Сейчас в Беларуси тоже получилось довольно спонтанно. Сначала эфир просто в студии, потом комментарии матчей. Я надеюсь, кому-то нравилось. По крайней мере, старался объективно ситуацию оценивать. У тебя нет внутреннего конфликта интересов, когда ты комментируешь эпизоды, матчи с участием бывших товарищей по команде, либо друзей, и вынужденных критиковать? Ты знаешь, я в этой ситуации абстрагируюся от личности, потому что так же, как и на чемпионате мира, когда мы комментировали, чемпионат мира был первый матч, и в первом матче играло два человека, с которыми мы вместе выступали. Скажем так, я комментировал ситуацию, не комментировал действия и поступки людей, а комментировал конкретно игровой момент и ситуацию, и, грубо говоря, игроки были просто под номерами. Со стороны, как всегда, как говорят, виднее. То есть, кто куда сделать должен был, два-три шага. Готов спорить, один из самых неприятных или неловких моментов в твоей телевизионной карьере был после матча, где ты сначала в качестве эксперта обсуждал действия топовых футболистов, а затем сам на внутренней арене пропустил довольно курьезный гол. Ну, я помню, был один матч, да, это в Бресте, если не ошибаюсь, мы там, игрок, у игрока мяч свалился, что он так долго ждал, что должен был простреливать вдоль ворота, у него свалился, и я уже начал заваливаться в прострел, а у него попал в ближний угол. После игры, конечно, было не до улыбок мне, потому что, в первую очередь, даже в любом возрасте, да, все ошибаются, там, ошибаются, ну, ошибались, ошибаются ворота и будут ошибаться. И в любом возрасте, и Буфон, и все, там, кого ни назови, да, там, все допускают. Ну, просто процент, он должен быть невысок, ошибок. Поэтому, как тебе сказать, то есть, у меня процент ошибок, я не говорю про национальное первенство, да, и я говорю про выступления, там, в Румынии или в Германии, то есть, у меня, слава богу, как бы, и по карьере очень много, ну, именно, как сказать, ошибок немного, но они всегда, ну, они, естественно, случались. То есть, это игровые моменты, но в этом, от этой ситуации, ты знаешь, человек не должен допускать руки, но это другой менталитет, в отличие от нашего менталитета. Они тебя должны делать сильнее, ты проанализировал, забыл. Я уже неоднократно рассказывал ситуацию с Перуцей, когда ему спросили журналисты про его самый досадный ляп, он говорит, я их не помню, что вы их не допускали. Говорит, нет, допускал и много, ошибался. Причем, если ты помнишь, что у вратаря такой у него высокороста, пухленький, он говорит, ну, я делал выводы и забывал. Поэтому в этой ситуации, даже в своем возрасте, вернувшись в Беларусь, уже, скажем, заканчивая карьеру и, ну, допустив там по ходу сезона ошибку, то есть я своим примером должен был даже и для молодых показать правильную реакцию на них. Да, ошибся и взял вывод, и в следующей игре, если не ошибаюсь, мы играли с Неманом, и несколько раз здорово выручил команду, после них в минутах мы один в один, и другие моменты 1-0 выиграли. И это, мне кажется, вот пример для молодых, даже в таких мелочах. У тебя за плечами выступления в Германии, в Румынии, в России, что ты почерпнул из ментальности этих стран? Ну, вот румыны, они идут легко по жизни, то есть они легки на подъем, они, как итальянцы, наверное, да, то есть, как говорят, там, бывшая колония Римской империи, да, они любят жизнь и умеют радоваться жизни, то есть каким-то мелочам. В Германии, например, если так отвлечься, в Германии, знаешь, очень сильный менталитет в плане даже, ну, в спортивном, то есть, как говорят, и галь вас пасит, и махна за хох, неважно, что случается, всегда оно с кверху. В этом плане, как сказать, то есть для меня это был большой пример и, как сказать, хорошая школа в плане отношения ко многим вещам, то есть команда будет проигрывать, но она будет давить, будет биться вне зависимости от результата, и даже подспудно понимаешь, что уже трудно отыграть там 1-2 меща. Они будут давить до последней секунды, после игр, что немаловажно, ну, давай сравним. В Германии ты идешь все равно к болельщикам, то есть там целый ритуал, у каждой команды свой. Если команда проигрывает, все равно подходишь к трибуне, они там тоже кричат какой-то вот этот там свой, то есть команда свой какой-то ритуал у болельщиков, потом все равно подходят к трибуне, подают руку, поддерживают игроков, да, спасибо, следующую игру выиграете, молодцы, что бились, там, поддержка, то есть это вызывает уважение. И вот эта поддержка, она тебя делает сильнее, даже вне зависимости от того, как команда сыграла. То есть критика, она была есть и будет, да, но эта критика, она, в первую очередь, там никого не оскорбляют и не унижают. А именно там, да, мы проиграли, но следующие, ну, болельщики говорят, да, мы проиграли, то есть они проиграли вместе с нами, но следующую игру мы выиграем. Чего, на твой взгляд, на данный момент не хватает белорусскому футбольному телевидению? Да, я думаю, что оно все зависимо и от самого чемпионата, и пока не будет хорошей инфраструктуры стадионов, потому что все-таки мир движется, и эти стадионы, которые у нас на сегодня, кроме Борисовского, все, даже тот же Гомельский стадион, да, он неплохой, но по меркам Беларуси. Люди хотят условия, комфорт в силу современных технологий, все, что интернет, доступ ко всем европейским каналам, можно смотреть любой чемпионат мира, ну, европейский чемпионат, извини, футбольный. Понятно, что вряд ли он пойдет смотреть чемпионат Беларуси, сидя под дождем, где до стадиона, где крыши нет. Поэтому, в первую очередь, должна быть, люди должны приходить как в театр, это что касается инфраструктуры. Понятно, уровень самого футбола тоже должен подниматься, но это взаимосвязано. Так снимают, да, там интернет-трансляции, что ничего не видно. И поэтому, и они говорят, ну, вот больше людей может прийти на футбол, потому что все равно интернет-трансляции там неинтересно смотреть. Мне кажется, что наоборот, чем лучше будет картинка телевизионная, тем больше появится интерес к белорусскому чемпионату, и, может быть, посмотрев хорошую трансляцию с разных там камер футбольного чемпионата какой-то матч. Он в следующий матч своей команды придет уже на стадион, потому что ему понравится вот эта картинка на телевизии. Вась, а ты веришь в статистике? Ведь сейчас та же программа Инстат, она возводится в культ, и ее данные чуть ли не обожествляются и тренерами, и комментаторами. Инстат в какой-то степени может быть информативен, но именно только в какой-то степени. Потому что многие вещи, если сопоставлять действия игроков на футбольном поле и потом проценты их игры, то есть они могут ввести в заблуждение. Поэтому Инстат, естественно, я им пользуюсь. Я с Инстата беру матчи, матчи соперников, но я никогда не смотрю, например, у них есть программа быстрой атаки, соперника доберешь. Свою команду ты смотришь сам, естественно, сам нарезаешь, смотришь несколько раз матч, то есть занимает приличный кусок времени. Там нарезать уже потом какие-то перестроения, то есть я не нарезаю голы. Важно больше именно так, как игроки перестраивались на футбольном поле. И так же, как гол в наши ворота или в гол в соперника, и в гол в ворота соперника, это уже следствие. А надо искать именно до этого, кто куда сделал 2-3 шага, кто куда переместился. И поэтому это про наши матчи. А матчи соперника, я не смотрю вот эти быстрая там атака, позиционная оборона или там позиционная атака. Берешь матч соперника и целиком его смотришь, сам подмечаешь для себя все тактические перестроения соперника, их слабая и сильная сторона. Вот. И данные инстата по сопернику, ну, я могу сказать, что они не информативно, я их не смотрю. Я сам делаю выводы, смотрю там 2-3 матча соперника последних. Ну, наверное, ребята, ребята в кромкочах, наверное, ребята с команды сами бы тебе рассказали об этом. То есть, короткие теории именно конкретно перестроения их соперника, стандартное положение. Сколько времени ты вообще проводишь в сети? Можно ли тебя застать за войной с теми людьми, которые оставляют комментарии после новостей, после статей? Ты знаешь, вот многие говорят, я не читаю комментарии. Я комментарии читаю очень редко и только к тем статьям, которые мне понравились. И комментарии не все, естественно, читаю. Просто вот так, когда они внизу идут, первых 3-4 комментарии, взгляну, потому что это очень субъективно, естественно, чей-то со стороны взгляд. Ну, и иногда, естественно, падает взгляд, первые комментарии посмотреть, но я дальше стараюсь, ну, первых, не смотреть, не открывать дальше их. Во-вторых, оно все равно, в любом случае, это что-то субъективное мнение даже на хорошую статью. Поэтому я не стараюсь делать мнение для себя сам. Ну, вот раз мы заговорили о войне, да, об употреблении силы, как часто ты свою физическую силу пускал в дело? Я знаю, что ты занимаешься контактными единоборствами. Вот приходилось ли в жизни применять эти навыки? Нет, я тебе могу так сказать, что, знаешь, бокс, это больше как мужской, мужское общение. Мне хватает, слава богу, хватает силы не применять там, какие-то там свои навыки, там, хватать ума, наверное, себя сдерживать. Даже когда бы очень хотелось кому-то ответить не только словом, но и физически. И словами я тоже себя сдерживаю. Я стараюсь, скажем, любое, что бы я ни говорил, стараюсь логически это обосновывать. Поэтому я понимаю, когда люди тебе, например, ну, неважно кто, то есть от руководителя, там, или просто человек со стороны говорят что-то хорошее или плохое, но оно ничем не подкреплено, но оно не имеет тогда смысл это обсуждать. Вась, какую фразу ты себе говоришь каждое утро, чтобы двигаться дальше, чтобы находить мотивацию, прожить каждый следующий день? Ну, во-первых, чему я научился румын, это всегда быть на позитиве. Так же, как и у немцев, кстати. У них всегда с улыбкой, всегда позитив, внутренние, внутренние, что бы ни случалось, любые даже расстройства, они должны быстро уходить, и, то есть, ты должен быть всегда на позитиве. и поэтому могу тебе просто сказать, что каждый день для меня это как стимул для того, чтобы стать еще, скажем, получить что-то новое, стать чуточку сильнее, именно не только там физически, я имею в виду сейчас про интеллект, и, ну, поэтому мне интересно жить, мне интересно развиваться, и сейчас даже в отпуске я очень надеюсь сейчас поехать в те клубы и встретиться с теми тренерами, с которыми я играл, ну, сейчас я хочу съездить в Германию, в августе я был уже, в СТАО летал, сейчас хочу съездить в Германию, поэтому, естественно, как бы футбол в Европе движется, и тренеры тоже развиваются, поэтому это очень интересно, и я надеюсь, что для себя подчеркну еще очень много нового. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова